Здравствуйте, друзья! У нас в гостях в студии, тут на нашей заставке Silicon Valley Voice, Виктория Бородина. Вас по фамилии тоже знают, не только по названию канала? Да, ну да, ну да, ну канал у меня Прогблог называет. Прогблог. Да. И все. Да, он был Прогблог ТВ, но я решила, что это не модно и убрала это из названия. Значит, вы показали за год какой-то такой высокий результат в наборе подписчиков, при том, что у вас все-таки контент неразвлекательный. Да. То есть я понимаю, что сейчас люди вообще очень охотно идут на развлекуху, то есть их должны развлечь. Там, где нужно думать, это канал, где много народу не соберешь. Да, но я бы сказала, что он такой 50-50, потому что он развлекательный, но для определенного круга людей, то есть для тех, кто в IT. Он мотивирующий, в какой-то степени, может быть, действительно, ты не совсем тратишь попусту время, а узнаешь что-то новое, мотивируешься, то есть он для IT-шников. Вот люди, которые вас смотрят. Что для них самое такое, ну, смотрибельное? Вот где у вас больше просмотров? У меня есть два хайповых видео. Один парень из Теслы, второй парень из Google. Кстати, это такой анонс. Он перешел недавно в Netflix и пообещал, что мы с ним сделаем еще одно интервью. В Netflix? Да. Слушайте, а Netflix, безусловно, хорошая компания, но чем он лучше Google-то? Я думаю, что, я не знаю, мы об этом с ним обязательно поговорим, но вообще говорят, что там какие-то невероятные зарплаты, что платят они выше всех на рынке. У нас тут был паренек недавно, наш выпускник, который говорил, что вот есть там биток компаний, включая Netflix, а сам он на Facebook работает, где он такую аналогию провел. Он говорит, вот есть стартап, и ты приходишь, тебе дают сколько-то денег, но когда вот стартап выстрелит, вот тогда у тебя будет там из расчета там 400 тысяч. А есть такие компании, вот там Питок, которые сразу тебе дают эти деньги. Они уже не стартапы. Netflix одна из них, да. Но я думаю, там не только деньги, там еще технологии, там ни с чем заняться. Да, но вообще вот если говорить про эти истории, почему они так пошли, потому что один парень, как раз таки вот про того, о котором я рассказывала в интервью с вами, значит, он просто учился по YouTube, осваивал какие-то ролики, как языки программирования, приехал сюда, нашел работу, сейчас работает в Tesla, и для многих эта история была… Это первая работа его? Нет, он сначала работал в стартапе несколько месяцев, потом стартап развалился, и он пошел на контракт в Tesla. Он недавно в Америке ведь, да? Да, ну мне кажется, он меньше года, может быть, в районе года. Честно сказать, я не помню, делал ли я видео с ним, потому что я помню, что я его встречал, вот там, когда он приехал, прилетел, но я не помню, делал ли я видео. Да, ну да, но он такой не особенно разговорчивый, его сложно раскрутить, но я думаю, что это видео очень стало интересным для многих, потому что там было много негативных, много позитивных, что молодец парень, сам все сделал. В общем, все же примеряют историю на себя, правильно? А вот все-таки получается, что важно, что человек нашел работу именно в Тесле, а не просто, допустим, там посмотрел видео и нашел вообще работу. Вот то, что в Тесле, это придает какой-то, или там, скажем, в Гугле, придает какой-то, не знаю… Ну, имена, да, конечно, они работают, да, они придают. Есть, конечно, какие-то там истории разные, они не менее интересные, но вот эти имена, которые сверкают, они, конечно, срабатывают лучше. Есть. Я помню, было время, особенно вот, знаете, девочки из Индии, у них такой пиетет был к большим компаниям. Вот они приходят там поговорить в учебе и говорят, скажите, а вот после ваших курсов я могу попасть на работу в Oracle? Ну вот, тогда еще не было такого пиетета в отношении там Google, может, еще Google не было, не было. Вот. Но, во всяком, Oracle. Ну да. Ну, на самом деле, вот, как показывает какая-то, не то чтобы моя практика, а наблюдение, что люди, да, они очень хотят сначала попасть в такие крупные компании, а потом есть две истории. Либо люди просто попадают на крючок, на вот эти большие хорошие зарплаты, всякие страховки, бенефиты, все-все-все. И они просто оттуда не могут уйти. Либо люди часто уходят, потому что им хочется иметь больше ответственности, уходят в какие-то стартапы или в компании. Конечно. Потому что, или начинают свои, опять же, пробуют компании. Ну, потому что это большая система, и не каждый человек готов чувствовать себя винтиком в этой огромной. Я работал в стартапе, он очень хорошо выстроил, Broadvision назывался. Это был второй интернет-стартап, который выходил в паблик. Первым был Netscape, а вторым был Broadvision, вот я там работал, я пришел, там было человек 50. Но это была компания, где на всех ответственных постах были очень серьезного уровня люди из таких компаний, как там, я сейчас уже начинаю вспоминать, там и Cisco был народ, и Sybase был народ, тогда это было большое имя. И тогда это были очень высокого уровня executives, которые пошли в стартап, где всего 50 человек. И были ребята-программисты, которые уходили оттуда. Я говорю, а почему ты уходишь? Такая компания, вроде мы так прем. Они говорили, невозможно работать. Это стартап, который структурирован, как большая компания. Теряется преимущество работы в стартапе. Так вот интересно бывает. То есть люди с высоких позиций уходили. Хороший стартап. Да, ну потому что в какой-то момент деньги и такая вот работа, не знаю, имя, оно не приносит удовольствия. В какой-то момент людям нужно понимать, что они что-то отдают, да, что они что-то делают важное, что у них есть ответственность. Поэтому, да. происходит рост в осознании, как бы, ценностей. То есть сначала ты смотришь на какие-то фетиши, которые в обществе есть. Потом ты начинаешь как-то примерять на себя. И вдруг ты понимаешь, что тебе что-то ещё надо. И это очень естественный процесс. Да, ну я стараюсь показать разные истории. То есть я не всегда... Хотя первое время мне было достаточно сложно находить героев, потому что я была никто из вас, меня никем. А сейчас-то проще. А сейчас, да. Многие люди, я бы сказала, что в последнее время меня просто сами предлагают с кандидатуры. И мне уже даже приходится выбирать. Раньше я жадно набирала про запас. Ну если вы делаете раз, там... В неделю, да. Ну, конечно, вам много не надо. Там за год, там, 50 человек. Ну да, я разбиваю на... Ну да, да. Ну, в общем, да, приходится уже выбирать. Но, тем не менее, истории много очень интересных, полезных, вдохновляющих. Ладно, друзья, за историями двигаемся к Виктории. Да. Вот. А мы с Викторией не прощаемся, а в ближайшее время, значит, порадуем вас каким-нибудь веселым разговором. Вот можете мужа привести. В ходу рада. Да, да, да. Он работает в Амазоне, разработчиком. Вот. Вот мы его и поспрашиваем про Амазон. Хорошо. Всем пока. Счастливо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова